приветствую вас и как вам уже наверное сказали действительно помощь психолога именно бросить курить не нужно но знаете не нужно почему потому что отказ привычки отказаться от привычки вам придется самостоятельно и вы можете это сделать при наличии нескольких моментов вот вам здесь эксперты говорят что нужно совмещать нужно понимать что это разрушает здоровье лично мне кажется что вы понимаете что это разрушает здоровье и именно поэтому говоря и спрашивает либо если вы спрашиваете не для себя то наверное осознаете что другому человеку это вредит но давайте мы все-таки для простоты будем считать что вы спрашиваете для себя потому что если вы спрашиваете для другого человека то тут есть свои тонкости и работают третьими лицами через посредников психологии считается не этично значит действительно понимание того что курение вредит здоровью ну но обычно этого мало потому что вот вы курите и да где-то там вот абстрактно вы понимаете что вашему здоровью что-то угрожает но объективно никаких улучшений реальных вы не видите на данный момент заметных и актуальность и актуальность если вы понимаете это понимаем все она не является настолько сильной чтобы мотивировать вас на доступа против кури и вот здесь мы подходим собственно главного что замещение то есть адвокатно действие на тогда и в том случае если им достаточно сильный мотивация почему к нам этом растание курить процесс воли воли емкий требуется много воли требуется серьезные усилия воли для того чтобы бросить курить чтобы отказаться от привычки для того чтобы предпринять волевое решение нужно несколько необходимых условий мотивация и внимание вот нужно в первую очередь начать просто и подумать над мотивами которые вы можете себе взять для стимуляции отвыкания от курить какие могут быть мотивы вред здоровью ладно это понятно хорошо допустим неприятный запах изо рта допустим желтеющие звуки допустим там трата денег что-то и что-то ищет отправление воздуха там вред окружающим близким вам людям и прочее все мотивы негативные все мотивы касающих касающихся негативного влияния курения вам необходимо выявить для себя и пропустить через сознание осознать их и в определенный момент времени мотивов станет достаточно чтобы мотивационное поле стало достаточно сильным для принятия реального решения по отвыкания курения то есть первое это решение нехватки мотивов поиск новых мотивов дальше дальше у нас идет внимание как человек собственно говоря проявляет трудность при отвыкании от привычек почему тяжело отвыкнуть потому что когда мы к чему-то привыкаем мы интимективно стремимся к этому вот мы что-то делаем да мы чем-то занимаемся и мы начинаем чувствовать что вот нам хочется допустим потянуть сигарету там пожевать жвачку и тогда это все влияет на наше внимание там это изначальное дело которым мы занимаемся оно как бы теряет нашу свою актуальность наши глаза 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 и для того что внимание рассеивается наживаться собственно вы испытываете отчасти потребность в том чтобы об этом покурить и как вы понимаете средством борьбы является контроль внимания научение контролировать фокусировать внимание на там то вы делаете сейчас и не отвлекаться ни на что невозможно отвлечение является необходимым условием для тренировка внимания как и любого навыка происходит путем постепенного повышения интенсивности этой способности а им для начала можно использовать простые задачи на тренировку внимания берем любой простой предмет кладем его перед собой стараемся думать о нем как можно больше как можно больше как только замечаем что внимание начинает переключаться на периферию тут же себя задергиваем и нашим возвращаем обратно к примеру вот так постепенно постепенно приметы примету усложняем чтобы они были более сложные чтобы было больше так сказать создавляющих элементов у этого предмета и чтобы было более более вероятное отвлечение более вероятным то было отвлечение чтобы контроль был более более сложным для удержания и увеличиваем время вот так постепенно учимся контролировать внимание и это облегчит вам задачу вы не будете отвлекать и за этой привычки для привычки концентрировать внимание занимается чем-то вы не будете думать о сигаретах о чем-то еще потому что это они сигареты есть то либо другое является следствием распыления внимания и к распыления внимания не будет то и привычки соответственно другое не будет дальше дальше о чем надо сказать это причина по которой вы начали курить курение это зависимость зависимость это чисто не только не только химическое но и чисто психологическое и психологическое зависимость больше чем химическое собственно говоря психологическое зависимость гораздо более серьезнее чем химическое так как саморегуляция организма позволяет химическую зависимость и у тебя беременность оккупировать в довольно короткий срок но вот психологическое зависимость гораздо сложнее дается борьбе и тал чтобы начать бороться с психологической зависимость от курения необходимо вам для себя проанализировать ситуацию при которой вы начали курить то есть что надо надолкнуло вас на регулярное, постоянное выкуривание сигарет и посмотреть, осталась ли эта ситуация сейчас с вами или нет. Если осталось, то ее нужно разрешить. Если нет, то вам будет тогда проще бросить, проще бросить. То есть, тогда вам достаточно тех вот способов, которые я облучил рану. И если эта ситуация с вами, то ее необходимо устранить, ее необходимо разрешить, ее необходимо убрать, чтобы она не способствовала тому, что вы вновь будете испытываете тягу к сигаретам. Потому что, допустим, вы услышали, что-то я вам сказал, собираетесь применить на практике все. И применяете на практике, но вдруг возникает эта ситуация или дает вас объяснять, и вы тут же по привычке испытываете потребность сигарет. То есть, для вас сигареты есть способ решения этой ситуации, которая возникает. И в момент, когда требуется решение ситуации, вы не можете выбрать другое решение. Потому что в этот момент у вас есть только одно доступное. И в силу привычки вы вряд ли решите как-то иначе. Поэтому вопрос ситуации нужно решать отдельно. Не в момент острой потребности, а все-таки как с объективным фактом вашей жизни. И если изначально первичную ситуацию удалось устранить, то курить вам будет гораздо легче. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, то обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Сделайте его лучше. Буду благодарен. Пока. Желаю вам всего доброго. И удачи.